Дорогие друзья, уважаемые гости, давайте будем начинать. Здравствуйте, добрый вечер, рад вас видеть. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. У нас таких программ чуть больше десяти, но вот та, на которой мы сегодня с вами присутствуем, она совершенно особенная, потому что все так или иначе связаны с какой-то темой. Этот цикл, который называется «Высшая лига», не имеет никаких тематических границ. Единственный критерий для этого цикла, в котором мы подбираем экспертов, это умение экспертов держать ваше внимание и, конечно же, актуальные академические интересы. Сегодня лекция называется «Мозг и свобода», и, конечно, для президентского центра Ельцина само слово «свобода», феномен свободы и понятие свободы очень важно. Мы говорим об этом в самых разных наших программах, конечно, в музее. Бориса Ельцина об этом свидетельствует. Надпись на картине Эрика Булатова за моей спиной. Но еще ни разу мы не рассуждали о свободе с точки зрения биологии, нейробиологии и вообще нейронаук. И тем приятнее мне сейчас представить нашего лектора Василия Крючарева, нейробиолог, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Спасибо большое. Для меня большая честь выступать в Ельцин-центре. Огромное спасибо организаторам, вышек я за идею таких лекций. Стандартная лекция занимает обычно минут 45. Я все-таки проделал большой путь. Я подумал, что, может быть, она приблизится к часу, и у нас с вами будет еще и время ответить на вопросы. Поэтому подготовьтесь, что, может быть, нам придется поговорить с часик на интересную тему, серьезную тему. Но я все-таки попробую вместе с вами на эту тему побезобразничать немножко и поговорить о очень серьезной, приводящей к иногда печальным, иногда веселым выводам, теме с такой более неформальной стороны. Поэтому я разделил мою лекцию на три части. Попробую отсылать нас к интересным, веселым примерам. Но мы поговорим о серьезной совершенно проблеме. Насколько мы с вами свободны в принятии решений. И первый вопрос у меня будет к аудитории. Как вы считаете, насколько вы были свободны в своем решении прийти на мою лекцию? Я прошу поднять руки тех, кто считает, что вы были абсолютно свободны в своем решении прийти сюда. Отлично, спасибо. Ну, чуть больше половины. Мы с вами поговорим на самом деле на любопытную тему. Должен предупредить. Вам знакома. Костя, мы беспокоены. Я страшный человек. Да. Тиран-деспот. Каларин-капризин. Злопамятен. Кто-нибудь поди сюда. Ну ты, ну поди сюда, я говорю. Здорово, Ващичиня. Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки виноваты. Прадеды, прабабки, начатые дяди, тети разные, прадцы и праматери. В жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расклёбываю их прошлое. Евгений Шварц здесь иронизирует на тему того, что мы можем себя иногда оправдать. Что мы не виноваты и не свободны. Это наши родственники, наши гены, наши близкие. Куча разных причин отвечает за то, что мы делаем. И он имеет право. Судя по всему, он считает, что мы свободны. Шварц считал, что мы свободны в принятии своих решений. Но я попробую с вами поговорить о том, что, может быть, это всего лишь иллюзия традиционного представления о свободном выборе. И особенно интересно это обсуждать здесь, вместе, связанном с Борисом Николаевичем Ельцином, с человеком, которым, например, у меня связаны некоторые романтические представления о свободе. К чему вся эта история нас привела, несколько отличается от того, может быть, что я представлял себе свободным обществом. А сегодня мы будем говорить не о Борисе Николаевиче, а о нас с вами. И мой вопрос, в общем-то, достаточно простой. Мог ли я не приехать сюда и не выступить? Могли ли вы не прийти на мою лекцию? Я попробую вам показать, что этот вопрос не так уж глуп, как кажется на первый взгляд. Мы поговорим сегодня о мозге. И поговорим сегодня немножко о философии. И о науке в целом. Исследования мозга на самом деле пытаются пролить некоторый свет на свободу. Мы с вами увидим, насколько это у нейробиологов получается. Это пример классического эксперимента нейробиологов, который вошел в большинство учебников по свободе. Бенджамин Либетт уже довольно давно провел очень простой эксперимент. Можете себе представить, как он проходил. Он просил человека принять абсолютно свободное решение. Свободное и случайное решение. Двинуть или не двинуть рукой. Случайным образом. Свободно принять решение, двинуть рукой или не двинуть. Ему было важно определить момент, когда человек осознает свое желание принять решение. Для этого он придумал вот такой циферблат, по которому бегает точка. Он просил и тренировал долго своих испытуемых научиться запоминать момент, когда им приходит в голову желание принять свободное решение. Испытуем мог запомнить положение точки, и экспериментатор точно знал, в какой момент нам с вами приходит желание совершить свободное решение. Что он, собственно, сделал кроме этого? Он зарегистрировал активность мозга. Он зарегистрировал электроэнцефалограмму в момент принятия свободного решения. И что он увидел? Это черная линия от отклонения сигнала мозга, который вы можете увидеть с помощью электроэнцефалограммы. Обратите внимание, точка 0 это момент, когда человек совершал действие. Мы видим в этот момент довольно сильный сигнал мозга, сопровождающий наши действия. Вертикальная красная линия – это момент, когда испытуемые осознавали желание принять решение. На что обратил внимание Бенджамин Либбет? За полсекунды до осознания нами желания принять решение, мозг уже предсказывает это решение. И сигнал, по которому я могу совершенно точно предсказать, что человек сейчас, через полсекунды, примет решение двинуть рукой. Что это означало? Это означало некоторый на самом деле скандал в естественных науках и психологии, и философии. Оказывается, до того момента, как мы с вами осознанно принимаем свободное решение, я могу его предсказать за полсекунды до возникновения самого желания принять решение. Что с этим делать? Более того, это исследование не так давно было воспроизведено другим методом, магнитно-резонансным сканированием. Я думаю, что многие из вас были в МРТ по разным причинам. Как выглядят такие исследования? Вот здесь журналист, BBC, приходит в лабораторию, его помещают внутрь магнитно-резонансного сканера, и в этом исследовании он должен был принять чуть иное решение – двинуть правой или левой рукой. Совершенно случайно, свободно принять решение, какой рукой двинуть. Что в этой ситуации оказалось? Здесь плохо видно, но этот график показывает вам активность мозга, предсказывающую, опять это, видите, эту вертикальную красную линию, какое решение примет человек. Красная линия – это момент осознания, желания принять решение. Если вы обратите внимание, мозг, активность мозга предсказывает, какое решение примет человек в данном случае уже за 8 секунд до его решения. За 8 секунд – это много. Если вы просто посчитаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы приняли решение, а я уже знал. И это типичная реакция в данном случае журналиста BBC. Он вышел из эксперимента, где исследователь мог предсказывать его решение. Да, это наиболее шокирующий опыт в моей жизни. Когда я осознавал решение, в этом эксперименте за 6 секунд до экспериментатор знал, какое решение примет человек. То есть, глядя в мой мозг, он знал раньше моего сознания, что я сделаю. Эти же исследования использовали другие задачи. Например, здесь это предсказание того, сложит ли человек или вычтет некоторые цифры друг из друга. И мы с вами видим здесь, что где-то за 5 секунд в данном случае по активности мозга не со стопроцентной вероятностью, но можно предсказать, что сделает человек. Вычтет цифры, сложит цифры. Мы видим здесь несколько областей мозга, активность которых предсказывает решение людей. Надо сказать, что эти исследования критикуются. И мы сейчас их критикуем и пытаемся подставить под сомнение. Здесь есть много причин покритиковать эти исследования. Первое. Когда мы говорим о классическом исследовании с движением рукой, является ли это решением? Многие считают, что это не решение. Когда вы принимаете решение двинуть рукой, это скорее инициация движения. Может быть, это не является решением. Да, но все-таки это можно назвать решением, каким бы простым оно ни было. Насколько человек способен осознать момент желания совершить тот или иной поступок, принять то или иное решение? Многие исследования показывают, что нам это сложно сделать. Может быть, действительно, такой эксперимент просто не способен уловить моменты, в которые мы на самом деле принимаем решение. Может быть, но мы вернемся к этому. А что такое случайное решение? Когда в таких экспериментах мы пытаемся предсказать решение, для нас критически важно, чтобы решение было случайным. Почему? Ну, представьте себе, что человек двигается всегда правой, а потом левой рукой. Правой, левой. Я, глядя просто на его первое движение, могу предсказать все, что он сделает в следующий час. Здесь принципиально важно, чтобы человек принимал случайные решения. Только тогда мы можем доказать, что мы способны предсказывать по активности мозговые решения. У нас есть серьезные проблемы со случайностью. Маленький простой вопрос. Представьте себе, что я взял монету и стал ее подбрасывать. Скажем, решка будет нулем, орел единицей. Я подбросил 15 раз монету. Как вы считаете, какой из этих двух вариантов более вероятен? Орел выпал в конце все четыре орла или орел выпал вот так, более-менее равномерно? Какой более вероятен вариант? А или Б? Мне не разделилось. Возникло несколько правильных комментариев. Как ни странно, оба варианта одинаковы. Для некоторых из нас это выглядит удивительно. Потому что второй вариант кажется гораздо более случайным. А первый, ну как так, в конце выпало три орла, четыре орла. Почему они одинаковы по вероятности? Потому что если мы подбрасываем монетку, какова вероятность, если все честно, того, что выпадет орел? 50%. Если вы подбрасываете еще раз монетку, какова вероятность того, что он выпадет? Тоже 50%. Каким-то образом второй результат зависит от предыдущего? Если все честно, никаким образом. А для нас вдруг кажется, что выпадение четырех орлов в конце какая-то закономерность. Орел мог выпасть в любом из этих мест. И выпадение орла здесь, здесь или здесь никаким образом не влияет на выпадение орла в следующей реализации. Но мы легко находим какую-то закономерность. Здесь не случайное событие. Здесь оно выглядит случайным. Хотя с точки зрения теории вероятности это два абсолютно идентичных случайных процесса. У нас есть проблема со случайностью. Нам может быть сложно генерировать случайные решения. И это одна из критик вот этих экспериментов. Но мы действительно можем попробовать залезть внутрь мозга и попробовать предсказать решение, повлиять на решение. Например, в уникальных ситуациях внутрь мозга пациента вживляются электроды. Мы можем достучаться с помощью этих электродов до разных областей мозга. Вот одно из таких классических исследований. В данном случае вживлены электроды. Вы видите в мозг человека. А справа результаты электрических импульсов, которые были посланы в эти области с помощью электрической стимуляции. Врач записывал, что происходит с пациентом. И здесь плохо видно, но справа при стимулировании нескольких этих точек пациент рассказывал, что он чувствует желание совершить действие. То есть стимулируя мозг, вот эти области нашего мозга, мы вызываем желание принять решение. И это любопытно. Это значит, что может быть действительно в мозге возникают эти желания. И насколько мы их с вами контролируем. Изучение этих областей мозга показало, что если мы изучаем мозг животного, мы видим, что даже случайные разряды активности в этих областях предсказывают случайные реакции животных. может быть иногда в мозге происходят некоторые случайные процессы, которые приводятся к случайному поведению. Нам только кажется, что мы принимаем решение. На самом деле это случайные процессы, которые проходят в мозге человека или животного. Иногда мы видим это очень ярко. Например, когда у пациентов в результате операции разделено правое или левое полушарие. И здесь вдруг оказывается, что две половинки мозга могут начать принимать самостоятельно решение. Это известный пример «Синдром чужой руки». Просто посмотрите на пациентку, которая рассказывает о своем обыте. И ее полушария были разделены. «Она разговаривала с своим врачом». И неожиданно ее рука начала двигаться по направлению к ее блузке. То есть ее рука начала раздевать ее. Неожиданно рука пришла в ярость и стала рвать, соответственно, одежду. Она не могла остановить свою руку. Эта ситуация, конечно, редкая, когда два полушария разделены. И вдруг они начинают принимать самостоятельные решения. Синдром чужой руки приводит к любопытным результатам. Человек может везти машину. Одна рука крутит руль в одну сторону, а вторая в другую. Одна рука вдруг может дать пощечину. Или две руки могут подраться. Мы вдруг в такой ситуации видим, что могут быть центры принятия решения в мозге, которых мы не очень осознаем. Довольно много исследований показывает, мы еще увидим их, что мы можем по активности мозга предсказать ваше поведение и решение. Ставит ли это крест на традиционном представлении о свободе? Может быть, я даже вас спрошу. Как вы считаете? Нет? Почему нет? Может быть, будет противодействие. Смотрите, в каком-то смысле, если мы будем обсуждать эти эксперименты, в конечном счете мозг — это часть нас с вами. Может быть, бессознательная часть мозга принимает решение. Ну и что? Мы не всегда осознаем причины, но все-таки это наше свободное решение. Может быть, в другой области. Но это мы. И в этом смысле эти эксперименты, предсказывающие по активности мозга наше решение, не ставят кардинально крест на то, что мы можем быть свободны. Ну пусть наш мозг бывает свободен. Пусть не сознание свободно, но мозг — это мы. Главный враг свободы — не нейробиология. Главный враг свободы, как мы сейчас увидим, — философия. Мы можем дать разные определения свободы. Мы, я думаю, в конце обменяемся своими определениями свободы. Но философы, которые изучают свободу, свободу действия, принятия решения, в общем, называют свободу свободой воли, свободой выбора, свободой принятия решения. И популярное определение свободы у философов — это возможность поступить иначе. Я еще раз переформулирую свой первый вопрос. Мог ли я не приехать сюда и не могли ли вы не прийти на мою лекцию? Это сформулировано с точки зрения философии свободы. Вот могли ли мы с вами поступить иначе? И некоторые подходы философии говорят, что нет, не могли. Я попробую сейчас вам объяснить. Главный враг свободы — популярное в науке предположение о детерминизме. Я думаю, что термин многим вас знаком. Это предположение, что у всего есть свои причины. Если я сейчас отпущу руку, упадет вниз вот этот кликер. Потому что тому есть причины. Я разжал пальцы, есть притяжение. То, что я вам говорю, у того есть множество причин. Мои мысли, работа этого микрофона. В науке детерминизм популярен. У всего есть причины. И беспричинно ничего не происходит. В науке это важно, потому что иначе что мы можем изучать, если у этого нет настоящих причин, что мы, собственно, можем познать, если все, наверное, происходит случайно, беспричинно. И детерминизм — популярнейший взгляд, в том числе у нейробиологов. Мы считаем, что у нашего поведения есть причины. И они коренятся в нашем мозге, в генетике, в социальной среде и так далее. А теперь на секундочку подумаем о принятии решения с этой точки зрения. Представьте себе, что я расставил костяшки домино. Знаете все эти развлечения, когда можно выставить тысячи костяшек и уронить одну костяшку, и побежит волна падающих костяшек. У этого есть причина. Мы сначала уронили первую, и одна за одной они начнут падать из-за детерминизма, из-за причинно-следственных связей. Теперь у меня простой вопрос. Если еще раз точно так же расставлю костяшки и уроню первую, они точно так же упадут? Как вы считаете? Почему нет? Если я их расставлю точно так же, как вы считаете, они тоже все упадут друг за другом? Скорее всего, да. На этом основаны все эти фокусы, все эти представления. Еще раз их расставят точно так же, и они упадут. Теперь представим себе, сооружение какой-нибудь, например, башни по неправильному проекту на неправильном грунте. Инженер построил неправильно эту башню, и она упала. Как вы считаете, если инженер построит эту башню опять ровно на том же месте, на том же грунте, что с ней произойдет? По тому же проекту. Она, скорее всего, тоже упадет. Почему она не должна упасть? Если она криво построена, и она построена неправильным фундаментом. Теперь совершите эксперимент, которым пользуются философы. Вы увидели упавшую башню, и вы мысленно отмотали историю назад, время назад, в тот момент, когда ее начали строить. Вы попали в тот самый момент, когда заложили первый кирпич по плохому проекту, и вы отпустите время опять. Как вы считаете, башня упадет? Согласно додермизму, должна упасть. Был неправильный проект, неправильный фундамент, криворукие рабочие. Если вы опустите время опять, произойдет ровно то же самое. А теперь давайте мы с вами отмотаем время к тому моменту, когда вы увидели объявление об этой лекции. Вы мысленно отмотали время, вы читаете объявление, и в силу определенных причин вы приняли решение сюда прийти. Если я отмотаю время в тот же самый момент, что произойдет с точки зрения детерминизма? Вы примете ровно то же решение. Вы не можете принять другое, потому что, чтобы принять другое решение, должны быть другие причины. Этот эксперимент называется мысленные прокручивания кинопленки. Этим пользуются философы. И с точки зрения детерминизма, если мы верим, что у всего есть свои причины, окажется, что, возможно, это иллюзия, то, что мы с вами могли и можем принять другое решение. Если причины те же самые, мы примем ровно одно и то же решение. В этом смысле для нейробиолога активность мозга определяет наше решение. Конкретная активность мозга — это результат биологических процессов, социальных процессов, каких угодно, может быть, таинственных космических лучей. Все вместе это привело к определенной активности мозга. И в данном конкретной ситуации эта активность мозга приведет к конкретному решению. И к другому решению она привести не может. И здесь, если мы исходим из этого принципа детерминизма, возможно, представление о том, что мы можем поступить иначе, это всего лишь иллюзия. Жесткий детерминизм считает, что он всего есть своя причина. И активность мозга — это всего лишь часть природных явлений. А значит, представление о том, что мы с вами можем поступить иначе, это всего лишь фольклор. Мы об этом сейчас поговорим. Это такая на самом деле обоюдоострая история. Но к чему она приводит? Если мы с вами мысленно отматываем историю назад, в момент, когда вы читали объявление об этой лекции. Ведь мы можем отмотать и дальше. Можем отмотать на год назад. И в принципе детерминизм предполагает, что все процессы запустились миллиарды лет назад при большом взрыве. И они развернулись, и поменять уже ничего не было возможно. Потому что если вы мысленно отмотаете день за днем эту пленку, там были ровно такие условия, они привели к следующему дню неизбежно. Получается, что все предсказано возникновением этого мира при большом взрыве. Это любопытная провокация. И в некотором смысле мы вдруг понимаем, что традиционно мы отделяем себя от нашего мозга. Мы говорим, я принял решение, и мозг его реализовал. То есть мозг не торжественен я. Но мы на самом деле, конечно, понимаем как нейробиологи, что мозг существенная часть нашего я, если не главное. И мозг — это как такая мужикальная шкатулка, которая проигрывает то, что в него вложено причинами. И если конкретные причины заставили вас дать решение прийти сюда, то они должны поменяться, чтобы вы приняли другое решение. Если вы захотите сейчас уйти, у этого тоже есть причина. И они должны поменяться, чтобы вы не захотели сюда прийти. Любопытно, что сотни лет люди прекрасно жили с этой идеей. Например, Бенедикт Спиноза, мы все знаем его из речения, что человек обманывает себя, считая свободным, не знание причин своих поступков и есть идея свободы. Он считал, что мы просто не до конца знаем причины своих поступков, поэтому считаем, что мы принимаем свободное решение. В наших поступках есть другие объяснения. Любопытно, что протестанты, например, радикальные протестанты, они исходили и исходят из представления того, что все предпрограммировано Богом. И любопытным образом это не мешало им быть очень активными людьми. Может быть, вы помните знаменитую фразу Мартина Лютера, которая стояла перед папским легатом, и на все вопросы он спокойно ответил. Я стою перед вами, потому что я не могу иначе. Что он хотел сказать? Я стою перед вами, потому что весь цикл моих поступков предопределен Богом, и вы ничего со мной не можете сделать. Это решение не мое. И любопытно, что протестанты остаются очень активными. Посмотрите на голландцев, на Северную Европу, на англичан, людьми, исходящими из того, что религиозно их поступки полностью предпрограммированы Богом. Это любопытно, на самом деле, особенно в свете того, что мы с вами плохо понимаем причины своих решений. И знаменитое исследование, которое показывает, что мы, в общем, не понимаем, почему мы принимаем те или иные решения. Это исследование очень простое. Здесь испытуемого просили выбрать между двумя фотографиями. Просто какая из этих девушек им больше нравится. Это две фотографии двух девушек. В этой ситуации участник выбирал девушку слева. Но в чем-то был подвох. Экспериментатор был натренирован. Он был натренирован фокусником сделать небольшой трик. Вместо той девушки, которую выбрал участник эксперимента, он давал ему другую девушку. То есть он выбирал левую, а ему дали фотографию правой девушки. Это просто карточный фокус. Что показало это исследование? Что большинство людей не замечают, что им дают неправильную фотографию. Только 26% случаев люди заметили, что им дали не ту фотку. Но что было самое интересное, люди не просто не замечают, что они не делали этого выбора. Они легко объясняют свой несуществующий выбор. Это табличка на английском языке, но если вы почитаете эту статью, тут будет хорошее объяснение, почему они выбрали эту девушку. Конечно, я ее выбрал, потому что она похожа на мою тетю. Мне всегда нравились брюнетки. Или посмотрите на ее глаза. Мне всегда нравились такие девчонки. Он никогда не выбирал эту фотографию. Но легко объясняет, почему он ее выбрал. Это называется слепота к выбору. То есть мы с вами вообще-то не так уж хорошо понимаем причины своих решений. Есть более драматические исследования. Очень понравилось это исследование в Швеции. Пригласили испытуемых и попросили запомнить их опросники их политических предпочтений. Вы знаете, что в Швеции и многих странах скандинавских очень все поляризовано. Есть либеральные партии, чуть более правые, есть социал-демократические. И в данном случае люди заполняли опросники своих предпочтений политических. И в результате им подменяли результаты их опросов. И вдруг они узнавали, что оказывается, они не социал-демократы по душе своей, а либералы. Или не либералы, а социал-демократы. Что оказалось? Только 22% заметили, что их обманули. И половина выразили свое согласие поменять свои политические убеждения. Если обычно вы остановите на улице Шведа и спросите, готов ли он поменять свои политические убеждения, только 10% готовы. Но если их обманули, уже половина готова поменять свое мнение. Мы не очень хорошо понимаем причины своих решений своего поведения. Это на самом деле в свое время вызвало кризис в классических психологических экспериментах. Люди перестали верить тому, что говорят люди, что пишут, как они отвечают на вопрос. В этом классическом статье, которую очень любят многие психологи, прекрасно показано, что люди часто не осознают, какие стимулы в окружающей среде приводят их к тому или иному поведению. Люди часто не осознают свою реакцию на это поведение. Люди часто не осознают, что именно этот стимул, эта ситуация привела к такому поведению. В принципе, выводы этой статьи, классической статьи, очень неутешительны. Нельзя полагаться на то, что говорят люди. Они не до конца понимают причины своего поведения. Если мы задумаемся на секунду, конечно, наше с вами поведение определено множеством факторов. То, что я стою перед вами, это активность моего мозга, и мои гены, и мое восприятие какой-то среды, и социальная среда, в которой я жил, и какие-то биологические факторы, и так далее, и так далее. И здесь множество факторов, влияющих на наши с вами решения. Какие из них мы с вами осознаем? Наверное, всего лишь малую часть. Возможно, действительно мы не понимаем истинные причины своего поведения. Это ощущение свободного выбора, это лишь некоторая комфортная реакция, которая позволяет нам объяснить нам себе самим, почему мы приняли то или иное решение. Здесь я хотел сделать несколько примеров того, что действительно по активности мозга мы можем предсказывать решение. Эти исследования, которые проводятся теперь и у нас, но первоначально они проводились в Университете Дюка в США Мигуэлем Николилисом и его коллегой Михаилом Лебедевым. Мы открыли похожую лабораторию в Москве уже два года назад. Что делали эти исследователи? Они вживляли внутри мозга интерфейсы, электроды. Делали они это с обезьянами. Обезьянам они вживляли вот такие интерфейсы, позволяющие посмотреть, что происходит внутри мозга. С помощью таких интерфейсов вы можете зарегистрировать активность мозгового обезьяны. Обезьяна, например, пользуется джойстиком и вы пытаетесь по активности ее мозга предсказать, какое движение хочет сделать обезьяна. Обезьяна обычно это делает за вознаграждение. Если она правильно двинула точку на экране, она получает вкусный сок. Можете попробовать математическими алгоритмами предсказать, что хочет сделать обезьяна. Это не простая задача, но реализуемая. С помощью таких интерфейсов вы регистрируете сотни разрядов нейронов. Так выглядят эти разряды. Математически вы пытаетесь предсказать, что хочет сделать обезьяна. И это можно сделать. Уже 15 лет назад на меня произвело колоссальное впечатление вот это исследование. мозг обезьяны вживленный интерфейс. И она могла управлять из мозга металлическим протезом и кормить себя. И это было 15 лет назад. Можно было считать желание обезьяны совершить то или иное решение, передать его механическому протезу, и обезьяна себя кормила. С тех пор утекла куча времени. С тех пор вы найдете другие проекты. Здесь вы видите обезьяна, которая управляет автомобилем силой мысли. Из головы у нее считывается информация. Она посылается в электромобиль. И автомобиль выполняет то, что хочет сделать обезьяна. Мы можем считать некоторые решения и желания из мозга обезьяна. Не очень сложные, может быть. Обезьяна всегда хочет поехать к кормушке. Но машина ведет ее туда, куда она хочет. Наверное, вы видели исследования, которые проводятся с парализованными людьми. Эти технологии пытаются использовать, чтобы помочь парализованным людям. В мозг вживляются вот такие интерфейсы. Теперь вы видите пациентку, которая не может двигать своими руками, но ее желание совершить то или иное решение извлекается из мозга и передается протезу. То есть в каком-то смысле мы можем считывать и предсказывать некоторые решения человека. И очень неплохо. Если вы подумаете, это довольно сложная на самом деле аппаратура, но это можно сделать. Мы с вами не обязаны заглянуть в свой собственный мозг, чтобы увидеть некоторые наши решения и поведения, которые не зависят от нашего с вами сознания. Я биолог, и мне очень нравится исследование биологов. продемонстрирую, как с помощью магнитного стимулятора. Например, если вы приходите к нам в лабораторию, мы можем магнитным полем вызвать движение вашей руки. Сейчас вы видите испуганную журналистку. Движение ее руки. Сейчас вы увидите движение. Они вызваны. Видите, да? Рука чуть дергается. Это не ее желание дернуть рукой. Это магнитный импульс, который мы посылаем в мозг, в моторную кору и вызываем движение руки. Мы можем вызвать движение этого пальца, этого пальца на ноге. В некоторых экспериментах мы делаем человека более рискованно временно и так далее. В данном случае это любопытный опыт. Если вы когда-то попробуете, помимо вашей воли двигаются пальцы, и вы вдруг понимаете, что есть центр принятия решения, помимо вашего сознания. Да, это ваш мозг. Биологи это знают давно. Мне очень нравятся эти примеры. Видите, здесь биолога, который перепробовал сотню разных свистков и нашел один свисток, который приманивает кузнечика. Есть конкретный сигнал, который можно сгенерировать, и он вызовет поведение конкретно этого насекомого. Оно прилетит к нему, сядет рядом и будет ждать. Соответственно, такие стимулы биологами называются реализерами, автоматическими стимулами, которые освобождают то или иное поведение. Называется это реализер. В нашей жизни тоже есть много стимулов, которые запускают автоматическое наше поведение, помимо нашей воли. Еще один пример из биологии. Это знаменитое исследование, где чайки в гнездо подкладывались яйца разной формы. Вот здесь это оригинальное яйцо этой чайки. А иногда и подкладывались вот разные варианты. Давайте посмотрим на один из таких экспериментов. Чайка возвращается в гнездо и видит свое яйцо, яйцо, увеличенное в несколько раз. Как вы считаете, на какое она сядет? На свое или на большое? На свое мнение разделилось. Давайте посмотрим, на что она сядется. Она села на большое. Почему? Потому что если мы знаем, что есть конкретные стимулы в среде, которые запускают конкретное поведение, пользуясь этим, мы можем сделать сверхэффективный стимул. Супер-релизер. И здесь это яйцо воплощает в себе максимально привлекательность вот этого стимула. Эти супер-релизеры на самом деле кругом нас. Вы видите здесь четыре профиля младенцев. Как вы считаете, какой из них настоящий профиль новорожденного? А, Б, В или Г? Еще какие-то варианты я слышал? А, Б, Г? Смотрите. Оригинальный настоящий вариант это А. Но если вы обратите внимание, все другие варианты может быть даже более привлекательны. Почему? Потому что они воплощают повышенную детскость, увеличенный лоб, большие глаза, пухлые щеки и так далее. это тоже гипер-релизер. Эта детскость на самом деле связана с мекопитающими, с малышами, у них большие глаза, у них большая голова, относительно тела. И нами, например, этим манипулируют. Кто, например? Рекламщики или, например, индустрия игрушек? Да, она абсолютно четко создает вот эти релизеры, гипер-релизеры, имитируя стимулы, запускающие определенную автоматическую реакцию нашего мозга. Если вы посмотрите на персонажи в мультфильмах, они многие вот такие детские. Здесь снизу мне очень нравится эволюция Микки Мауса за десятилетия. Если вы присмотритесь к оригинальному Микки Маусу и сегодняшнему Микки Маусу, сегодняшний Микки Маус гораздо более детячий, с большими глазами, большой головой. Он гораздо больше похож на гипер-ребенка. Почему? Чтобы эффективнее на нас влиять. Много того, что автоматически помимо нашей воли запускает наши реакции. На самом деле мы здесь присутствующие не меньше автоматически влияем друг на друга. Это как раз в принципе фокус моего интереса научного. Мы изучаем социальное влияние, как люди влияют друг на друга. Я приведу здесь один только пример. Я проработал семь лет в Голландии. Вы знаете, что в Голландии все любят кататься на велосипедах. Это исследование провели мои коллеги в Северной Голландии. Они изучили такую парковку. Видите, там расставлены кем-то, оставлены велосипеды. Если вы обратите внимание, к велосипедам приклеены стикеры рекламные. Это хитрые ученые приклеили к велосипедам рекламные стикеры. Что им было интересно? Им было интересно, как часто голландец бросит этот стикер, скомкает на землю? Или отнесет, видите, там вдалеке есть мусорное ведро. Отнесет и бросит. Что здесь, собственно, дополнительно интересовало ученых? Видите здесь надпись «Нельзя раскрашивать стены». Там написано «Нет граффити». В одном случае стена была чистенькая, там была надпись «Нельзя пачкать стены». Во втором случае ученые взяли и раскрасили всю эту стену. Видно, что никто никого эти знаки не останавливает, люди нарушают норму. Им было интересно, как часто люди будут мусорить в первом случае с чистой стеной, как часто люди будут мусорить рядом с грязной стеной. Если обычно 33% голландцев бросали бумажку на землю, то рядом с грязной стеной практически 70%. Если вы спросите такого человека, почему он бросил бумажку, он вам никогда не скажет, что я бросил, потому что стена раскрашена. на нас автоматически влияют окружающие, даже в форме такой раскрашенных стен. Может, кто-то знает о эффекте разбитых окон? В этом же исследовании был более драматический пример. Исследователи взяли и положили конверт наполовину опущенный в почтовый ящик. Иногда этот почтовый ящик был раскрашен, иногда нет. Конверт был надорван, и оттуда торчала купюра. Им было интересно, как часто проходящий мимо голландец украдет. Оказалось, что нераскрашенного ящика только 10% голландцев забирали купюру конвертом. И 30%, если он был раскрашен. Даже криминальное поведение может быть запущено таким вот подсознательным влиянием того, как ведут себя другие люди. Хотел бы еще привести один пример из наших исследований. Просто состояние вашего мозга, о котором вы не до конца знаете, можете предсказывать ваше поведение. Мы изучали в этом проекте такой эффект когнитивного диссонанса. Диссонанс — это внутренние противоречия, которые мы испытываем. Этот пример от моего итальянского аспиранта, он любит машины, он говорит, что итальянец испытывает диссонанс, когда он выбирает между двумя привлекательными машинами. Тут, например, две итальянские машины, представьте себе, море денег, и вы выбираете, какую из них купить. Обе привлекательные. Вы испытываете сложный внутренний конфликт. Психологи называют это когнитивным диссонансом. У вас может не быть конфликта. Если у вас море денег, это простое решение, деньги для вас не проблема, какую машину здесь взять. И это, на самом деле, дает нам возможность изучать, что происходит в мозге, когда люди испытывают конфликты. Мы создаем сложные решения, простые решения. Как мозг выпутывается из этой ситуации? Представьте себе, чтобы вы совершили сложный выбор. И следующие несколько дней вас может начать душить некоторое ощущение того, что вы что-то не то можете сделать. И вы будете сожалеть о том, что вы не выбрали другую машину. Мозг выпутывается из этого. Это очень просто. Например, в такой ситуации наше исследование показывает, если вы отвергли вариант, вы начинаете его ценить меньше. Да, ту машина, она вдруг превращается в непривлекательную машину. Вы ее уже отвергли, да и, конечно, да и, конечно, кто вообще, какой дурак ее купит. Да, типичный пример слесоя винограда. После сложного выбора, и мы в лаборатории это видим, мы начинаем отвергнутую опцию меньше ценить. Мы это подробно изучаем, но нам было интересно. А могу я предсказать, какой дискомфорт вы испытаете в сложном выборе, еще до выбора, еще до того, как вы начнете эксперимент. Просто по состоянию вашего мозга, к которому вы пришли к нам в лабораторию. И мы сконцентрировались на этой области, связанной с внутренними конфликтами. Мы зарегистрировали ее активность до выбора, до самой задачи. Как только наши испытуемы пришли в эксперимент. И у нас был вопрос, можем ли мы уже тогда предсказать, насколько сильные конфликты будет испытывать человек, принимая сложные решения. Мы анализировали довольно сложным образом. Благодаря моему коллеге мы попробовали применить интересную теорию. Это Вадим Никулин, он работает в школе экономики, он же работает в Лейпциге, в институте Макса Планка. Он изучает сложную динамику активности мозга. Есть такая теория у физиков и математиков, теория критичности. Это интересная теория, которая, например, описывает возникновение ураганов или сход лавин. Мы попробовали применить эту теорию к мозгу. В двух словах. В чем она заключается? Она говорит нам, что мозг или любая система может быть в оптимальном критическом состоянии. Это можно проиллюстрировать вот такой песочницей. Если мы положили чуть-чуть песка, это совершенно стабильная система. Если мы добавляем еще песка, ничего не происходит, горка потихонечку растет. Это стабильное, субкритичное состояние. Но мы можем добавить песка до определенного состояния, когда любая песчинка начнет запускать легкие, маленькие лавины. Вдруг будет пробегать такой поток песка вниз. Если мы положим сюда слишком много песка, возникнут лавины, вся эта система разрушится. Есть такое критичное, как называют его физики, математики, состояние, оптимальное, где система идеально восприимчива к новым песчинкам, к новой информации. Мозг может тоже пребывать в таком состоянии. Математически мы можем это показать. Например, это состояние несбалансированного мозга. Каждая клетка здесь это один нейрон мозга. Клетки связаны друг с другом, но представьте себе, одна клетка активировалась. И в суперкритичном, несбалансированном состоянии это вызывает вспышку активности всего мозга. Такое, например, происходит при эпилепсии. Все активно возникают судороги. Далеко не оптимальное состояние. Это не критичное состояние, а это суперкритичное состояние. Такое состояние приводит, например, к судорогам. Может быть, тоже несбалансированное состояние, но субкритичное. Активность одной клетки не вызовет вообще никакой реакции других клеток. Настолько ригидная, устойчивая ситуация, что она невосприимчива к информации. Но есть такое оптимальное состояние мозга, как критичное состояние. Здесь, если возникает активность в одной области, она быстро и аккуратно передается от одного нейрона к другому. Это оптимальное с информационной точки зрения состояние мозга. Его можно оценить, анализируя сигналы мозга математически. Что мы обнаружили? Что если мозг находится в этом оптимальном критичном состоянии, тем больше наши испытуемые меняли, ухудшали свое мнение от отвергнутой опции. То есть еще когда он вошел к нам в лабораторию по его активности мозга, по состоянию мозга, я могу предсказать, какой внутренний конфликт он испытает и насколько он отвергнутую опцию станет ценить меньше. Еще до того, как он с ними встретится. Понятно, что мы с вами редко знаем свое состояние мозга. Но оно может уже определять, какие конфликты вы будете испытывать, какие результаты решения вы будете переживать. Множество факторов влияет на наше поведение. Знаем ли мы эти факторы? Скорее всего нет. Поэтому обыденное представление о том, что мы принимаем самостоятельное свободное решение, это действительно иллюзия. мы до конца не понимаем всего того, что на него повлияло. Но почему наше представление о традиционной свободе настолько сильно? Потому, судя по всему, есть несколько причин, почему нам все-таки кажется, что мы абсолютно свободны. Есть исследователи, например, Дэниел Вегнер, который подробно изучает, как возникает это ощущение, мы свободны. И он считает, что это возникает благодаря тому, что обычно наше сознание дает приоритетный ответ, абсолютно понятный. Он обычно эксклюзивен, нет других объяснений. И он часто согласован во времени. Мы что-то подумали, возникло наше поведение. Но эти три фактора приводят к тому, что нам кажется, что это мы приняли решение. У меня есть очень интересное исследование, я расскажу только об одном. Представьте себе, вас пригласили в лабораторию, посадили напротив второго участника и предложили втыкать иголки в его изображение в виде куклы Вуду. И сидите напротив друг друга, и вы втыкаете иголки в его изображение. Такая нехитрая задача. Но вы не знаете, что второй участник подставной. Его проинструктировали в конце исследования встать и сказать, вы знаете, у меня заболела голова. Тут вам подходит исследователь и говорит, не могли бы вы мне сказать, сколько вы считаете, вы ответственны за то, что у него заболела голова? Большинство из нас вряд ли будет себя чувствовать очень ответственным. Но представьте себе, что в одном условии напротив вас сидел приятный, милый человек, вы втыкали в его изображение иголки. Во втором условии перед вами сидел нахал, который в начале эксперимента вам нагрубил, нахамил и вел себя вызывающе. Знаете, что показало это исследование? Если передо мной сидит простой человек, и я втыкаю в него иголки в иголки, я считаю себя ответственным за боль его головы вот настолько. А если он наглый и гаденыш, вот настолько. Как вы считаете, почему? А почему я считаю вдруг, что я ответственен, а раньше не считал? А почему вдруг возникло это желание быть ответственным только с наглым? Что-что? Смотрите. Склад мышления. Еще раз, представьте себе, одни и те же люди. Но почему-то они вдруг считают себя за ответственным за головную боль, когда перед ними нахал или не нахал. Еще есть какое-то объяснение? Совпало. Смотрите, здесь совпало два желания. Первое. Он мерзавец и гаденыш, и в гробу я его видел. И то, что у него заболела голова. Здесь как раз это объясняет совпадение просто во времени двух наших негативных мыслей о нем. Конечно же, не мы были причиной головной боли у него. Но наш мозг аккуратно создает эту иллюзию, что это мы были причиной, в каком-то смысле это была наша свободная воля, его привести в такое состояние. У свободы воли есть еще одна любопытная особенность. Я обычно провожу время в лаборатории, но раз в году я участвую в большом телевизионном проекте. Мне приходится в нем объяснять некоторые свойства людей, насколько они уникальны. И, например, этот молодой человек может запомнить, по-моему, 25 тысяч цифр, последовательно 25 тысяч цифр. И первое столкновение с ним вызвало некоторый шок у меня. Например, когда впоследствии известный очень IT-предприниматель увидел такого человека, он сказал, ну это же точно обман. А это не обман. И то, что меня удивило, когда я разговаривал за кулисами, например, с ним, он сказал, почему вообще удивляетесь? Я самый обычный человек. И вы так тоже можете. И самый интересный опыт всего этого проекта, то, что действительно все мы здесь можем запомнить 20-30 тысяч цифр. Надо просто знать, как наш мозг запоминает информацию и аккуратно следовать этой технологии. Мнемотехник это называется. Но исчезает вдруг чудо. Да и вдруг следующий такой с 25-ю, что-то с 7 тысячами так не удивляет. На самом деле, мы с вами гораздо меньше ценим наше решение поведения, если мы понимаем его причину. Нам не очень нравится понимать причину. Исследование показывает, людям не нравится понимать причину своих решений. Представьте себе, что кто-то к вам подсядет и начнет объяснять причины того, что вы влюбились в кого-то. Ах, вы в одну школу ходили. Ну, конечно. А у нас одного примерно дохода семьи. Одни интересы. Ох, в один университет потом пошли. Ах, вы были единственный мальчик или девочка в группе. Все причины. Я вам все объяснил. И вдруг чудо ваших отношений становится каким-то не чудом. Лучше бы ты подвес, мне этого всего не говорил. Нам не очень нравится знать свои причины. Они делают наше поведение тривиальным. И в этом смысле у нас, может быть, есть с вами слабая зацепка. Ну, ладно. Мозг программирует решение. И мозг программирует решение часто, когда мы не осознаем его. Может быть, все эти причины, следственные связи тянутся вообще куда-то в нашем прошлом. Гены. Может, большой взрыв. Но ведь бывает случайность. Может быть, вы пришли сюда, потому что в вашем мозге что-то случайно взорвалось в момент принятия решения. Ведь оно же бывает случайно. Вы не думали, куда пойти. Вот случайно решили изобрести на эту лекцию. Случайность очень часто используют как аргумент в пользу свободы. Но она не помогает. Почему? Представьте себе, что вы приняли случайное решение. Да, оно случайное. Оно могло быть другим. Но здесь нет вашего решения. Здесь есть просто случайность. В этом смысле вы не менее не свободны. Это не было вашим решением. Это был случайный процесс. Поэтому случайность, кто в нее верит, не все верят. Если вы помните, Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости. Но даже если она есть, она не спасает нас. Она все равно не возвращает свободное решение. С чем связан на самом деле наш разговор? Я вас попрошу, все, что я вам говорил, забыть сегодня вечером. Почему? Потому что одна из книжек, которую когда-то я прочитал у философа, она, очень известного философа, она заканчивалась тем, что, слушайте, похоже, что традиционное представление о свободе действительно неправильное. Оно должно быть каким-то другим. Но давайте никому об этом не рассказывать. Почему? Люди считают, что это опасно. Если мы вдруг задумаемся о том, что традиционное представление о свободе не совсем верно. и тому есть серьезные причины, почему люди опасаются. Первая причина, на самом деле, она была неплохо исследована. Представьте себе, испытуемых приглашают в лабораторию. Одни читают какую-то обычную книжку, а другие читают книжки, связанные с мозгом, и которые ставят под вопрос представление о свободе. А после этого их просят выполнить задание. Задание очень простое. Но вдруг неожиданно ломается компьютер, они должны сообщить экспериментатору число очков, которые не набрали. Входит экспериментатор, говорит, слушайте, машина не работает, сколько вы все-таки там очков набрали? Потому что я должен выплатить вам деньги по количеству очков. Испытуемый не знает, что на самом деле машина не сломалась, что экспериментатор прекрасно знает, сколько у него очков. Но экспериментатор получает возможность узнать, насколько он сейчас ему соврет. И оказалось, если люди читают книжки, которые ставят под вопрос свободу, они врут чаще, чем те, кто не читает. Возникает какая-то иллюзия того, что мы с вами тогда можем вообще что угодно делать. Может быть, более с вами. Мы к этому еще свернемся. Это на самом деле так тоже заблуждение. Другое исследование было не менее таким странным и интересным. Представьте себе, что приглашали испытуемого, он выполнял какую-то задачу. И при этом с ним очень плохо вели себя другие участники эксперимента. Они реально с ним вели себя не очень красиво. Но в конце оказалось, что он может приготовить для этих участников обед. И он может в него положить сколько захочет острейшего соуса табаско. Сколько хочешь, ты готовишь. И к его радости он обнаружил, что я могу любой объем сейчас вот этим ребятам налить. Оказалось, что те, кто до этого читал, что свобода не существует, или в два раза больше соуса тем, кто их обижал. Любопытно. И это, конечно, ставит под вопрос, насколько опасны те разговоры, которые мы с вами ведем. К чему они могут привести. Но мы должны с вами знать, что свобода в традиционном представлении имеет обратную сторону. свобода это некое успокоение, может быть, излишнее, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что происходит. Нам кажется, что мы приняли решение, мы просто не до конца понимаем, что с нами происходит. Свобода это и способ манипулировать общество. Мы-то с вами там свободны, значит, вы ответственны, значит, вы должны выполнять предписания этого общества. Или наоборот, вам могут сказать, мы-то свободны, а вы-то идите с зарубежных грантов. Вы-то не свободны. На самом деле свобода это еще социальный конструкт, который позволяет манипулировать поведением общества. И на самом деле отлично высказались на эту тему философа. Дэниел Дэннид сказал, последнее, чтобы мы хотели жить в абсолютно свободном обществе. Представьте себе абсолютно свободную аудиторию. То есть мы с вами вели бы себя как кто хочет, я бы неизвестно, что он наговорил, вы бы вели себя тоже странно. Мы были бы абсолютно свободны, на нас вообще бы ничего не влияло. Мы бы не хотели жить в таких подъездах и в таких домах и в таких городах. Нам меньше всего хочется жить там, где нельзя наказать, нельзя установить какой-то порядок и так далее. Какой-то уровень несвободы на самом деле нам тоже хочется. И возникает все-таки вопрос, к чему все это может привести, если мы будем ставить под вопрос понятие свободы. Уже сейчас может стать адвокат, и такое происходит. в Италии, в США. Он говорит, стоп, как вы хотите наказать моего подзащитного? Посмотрите на его мозг. Вы видите, что у него там внутри происходит? Как он может отвечать за его поступки? Это все его мозг, а может еще и большой взрыв. Пожалуйста, требую освободить, и он вообще у меня не ответственный. Как ни странно, такие истории происходят. Есть кейсы, когда снижали наказание, когда к мозгу подзащитного апеллировал адвокат. Но представьте себе, и вы найдете на самом деле толстые журналы у юристов, посвященные тому, что же делать-то вообще. А ведь встанет и скажет, что он не свободен. Большой взрыв. Или мозг у него там что-то там его переклинуло. Он тут ни при чем. Что с этим делать? Вообще огромная дискуссия. Но философы здесь тоже помогают существенно. Отличный философ Стивен Пинкер, много его книжек переведено на русский язык. Он говорит, на самом деле новое представление о свободе может поменять суды. Представьте себе обычный суд. Встает адвокат и говорит, смотрите на мозг моего подзащитного. Видите эту область? Это миндальна. Она отвечает за чувствительность к наказанию. Посмотрите, она у него в четыре раза меньше, чем у нормального человека. Родители его наказывали, наказывали. Школа его наказывала, наказывала. Он невосприимчив. Поэтому как можно его судить, если он не мог ничему научиться? Обычный суд освободит его от наказания. Представьте себе нейросуд. Судья говорит, простите, во сколько раз меньше у него миг было? В четыре раза. Это значит, что он в четыре раза меньше чувствительных наказания? Адвокат говорит, да. Тогда? Тогда, может быть, я ему назначу в четыре раза больше наказания. Это несколько противоречит нашей с вами сегодняшней логике и немножко удивительно. Но это может привести к тому, что мы немножко по-другому будем смотреть на поведение. И как правильно говорит Стивен Пинкер, объяснение нашего поведения не означает оправдание. Я могу прекрасно понимать, почему этот мерзавец сделал вот этот гадкий поступок. Это его никаким образом не оправдывает. И наше общество может принять решение его изолировать. И в этом смысле не надо путать объяснение причин и оправдание поведения того или другого. Про суммиру все вместе я хотел бы сказать, что я вам представил взгляд жесткого детерминизма. Я как биолог и нейрофизиолог в общем больше симпатизирую этому подходу. Но есть, вы найдете в философии совершенно другие подходы. Это, например, либертарианский подход. Либертарианцы считают, что мы свободны в принятии решения. В гробу мы видели ваш детерминизм. Мы можем поступать как хотим мы по-разному. Не очень понятны их аргументы, но они есть. Есть компетибилисты, они говорят, что на самом деле детерминизм как-то можно связать со свободой, но там аргументы меня никаким образом не убеждают. Но они есть. Но философы на самом деле это те люди, которые ставят под вопрос нашу свободу. Но философы же дают нам очень интересные ответы и предложения. Например, наша дискуссия с одним философом из нее подчеркнул отличный вывод. философ замечательно сказал, бессмысленно отрицать свободу. Это с философской точкой зрения называется суждение в общем виде, свободы нет. Это значит, что вы должны доказать, что ни в одном событии в мире не было свободного действия. Значит, доказать по каждому конкретному человеку, по каждому конкретному случаю. Гораздо проще доказать свободу. Вам достаточно это сделать один раз. В этом смысле, если кто-то из вас докажет мне наличие свободы и докажет всем нам, этого будет достаточно, чтобы мы с вами снова в нее начали верить. Я очень надеюсь, что это будет результатом нашего разговора. Пока я хотел бы закончить тем, что эта идея не такая новая, она столетиями обсуждается. Кто-то знает этих персонажей? Багратион еще какие-то варианты? Наполеон, правильно. И кто еще? Кутузов и Наполеон. И когда я не так давно эту тему обсуждал с одним замечательным российским филологом Леонидом Клейном, он сказал мне, стоп, 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 ведь у Толстоа все это обсуждается в противостоянии между Наполеоном и Кутузовым. Наполеон человек, который считает, что ему все подвластно, он способен менять обстоятельства, нет никаких ограничений тому, что он делает. А Кутузов это человек, который верит в детерминизм, который говорит, сейчас не надо, нам нужно сложить обстоятельства так, и мораль нашей армии должна быть такая, чтобы мы точно победили. Это любопытно, действительно, этот спор идет уже столетиями, и нельзя сказать, какая точка зрения здесь абсолютно правильная. Сейчас, может быть, вы по-другому посмотрите на другого литературного персонажа. Как вы считаете, что в литературе связано с этим объектом и свободой? Кто-то вспомнил с вами Булгакова. Теперь вы можете, наверное, по-другому, когда вы будете читать это произведение, воспримите вот этот... Я хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую, а в 10 часов вечера в Масолите, в Московской ассоциации литераторов, где имею честь быть председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится. Теперь, наверное, чуть больше понятен смысл этой дискуссии. Они обсужают ровно то, что мы обсуждали с вами в течение часа. Насколько предопределено решение поведения человека. Сейчас я хотел бы провести финальное голосование. Сколько из вас считает, что вы были абсолютно свободны, приняв решение прийти на эту лекцию? Поднимите руки, пожалуйста. Окей. Чуть меньше. Я не хотел вас убедить в отсутствии свободы. Я хотел поставить перед вами тот же провокационный вопрос, который ставят ученые и философы перед нами. стоит ли нам и необходимо ли поменять традиционное представление о свободе. Поэтому я хотел бы поблагодарить вас, хотел бы поблагодарить организаторов, хотел бы поблагодарить свой мозг и 8 тысяч предков, которые применили меня сюда, к вам в Свердловск. Спасибо и готов ответить на ваши вопросы. Друзья, если вопросы есть, поднимайте, пожалуйста, руку, я принесу вам микрофон. Василий, скажите, вот, допустим, я зарегистрировался на эту лекцию неделю назад, но за час-полтора до лекции я ведь мог на нее не ездить в силу разных причин. Когда я принял решение? Это отличный вопрос. На самом деле, вот Бенджамин Либет, который провел эти оригинальные исследования, предсказывая действия, он на следующем своем этапе как раз провел эксперимент, где он просил людей остановить решение. И он обнаружил, что есть некоторый интервал, в котором вы можете остановить решение, но есть интервал, когда вы уже не можете, когда оно произойдет. Было какое-то окно, когда вы могли действительно остановить. Бенджамин Либет считал, что это окно, и было окно свободы, когда вы могли не совершить, решение. Также считает, ну, чем-то сходным мнением моего коллеги, замечательного философа питерского, Данила Розеева, он считает, что, когда он курит сигару, это не свободно, это некое желание, которое возникает в силу физиологических причин. Но когда он заставляет себя не выкурить сигару, вот это акт свободы, не разрешить себе некое действие. смотрите, это в каком-то смысле хороший подход, но для нейробиолога он все равно не решающий, потому что если у меня будет правильный алгоритм анализа активности мозга, я скорее всего предскажу и это ваше решение, отменить поход сюда. И тому, скорее всего, были причины. И скорее всего, если отмотаю все назад, были причины, почему в последний момент сказали, да в гробу я видел это ключевого. Это хороший аргумент, и на самом деле вокруг него спорят ученые и философы. Я до конца не понимаю, почему он все-таки открывает пространство для свободы. Хотя для многих философов это будет тот ответ, который они дадут. Вот там Данил Розеев обычно говорит, я переживаю редкие опыты свободы, отменяя свои желания, вот он называет первого порядка, ставили на них ветра. Он считает, что это свобода. Скажите, пожалуйста, вот у вас еще, вы говорите, что это решение мозга, а сознание тогда, получается, не участвует вообще в принятии решений? То есть мозг принимает решение до осознания, сознанием вашего решения. Я правильно понимаю? В каких-то исследованиях, наверное, мы так можем сказать. То, что есть психологи, которые считают, что сознание и ощущение вот этой свободы это некоторый способ возникновения комфорта внутреннего. Потому что, исходя из того, что я вам сказал, у нашего поведения есть множество причин. Мы всех не осознаем. Вы представляете, какой был бы странный мир, если бы мы сейчас жили и думали, а что я сейчас делаю? Вот сейчас я, наверное, такое чудо. Держите меня. Я же не знаю всех причин. Вот сейчас вот меня понесет тут. Чтобы этого не происходило, некоторые психологи считают, возникло это ощущение того, что я контролирую, я более-менее знаю, что будет, хотя до конца не понимаю истинных причин происходящих. Конечно, есть ситуации, где мы принимаем сознательные решения и где роль сознания выше, чем роль каких-то автоматических процессов. Понятно, что когда вы ведете автомобиль и едете там три часа по хайваю, скорее всего, это бессознательный автоматизм. Но когда вы разговариваете с остановившим вас спектром ГАИ, там гораздо больше включается сознание. Но это не отменяет того, что в конечном счете для нейробиолога сознание тоже продукт мозга. И единственное, что их отличает, что оно несколько более сложное, чуть более загадочное для нас, для нейробиолога. В этом смысле да, иногда работает сознание, но это тоже продукт мозга. И судя по всему, когда мы поймем, что такое сознание, это, конечно, большая тайна. Мы сможем предсказать как-то и наше сознание по активности мозга. Ну, я философ дипломированный, да, и, правда, еще экономист. Ну, вот как философ скажу, что, конечно, немножко странно висит, говорите. Почему? Потому что был ли большой взрыв, а это никто не знает. Вообще современные эстрофизические концепции, там, да, ну, например, рассматривают время, по крайней мере, как говорится, обратное время, да, то есть к нам поступает информация, возможно, из будущего, да, но она авиариатностна, да, или, скажем, сколько у нас измерений, мы не знаем, да, скорее всего, больше трех, а мы просто три видим и ощущаем, так сказать, простанцы измерений, на самом деле, больше, и наличие, кстати говоря, спутанных частиц, там, квантовых, прото, компьютер подтверждает, что, конечно, там информация передается, так, частицы летают, как говорится, в других пространственных измерениях, это просто факт, ну, там, спорят и так далее, и т.д., и т.п. Поэтому говорить о том, что мы знаем причины решений, а сегодня просто не приходится, и поэтому свобода, это непознанная необходимость, которая может быть, непознанная, подчеркиваю, которая никогда не будет позвана, возможно, пока они не при нас, вот, поэтому говорить, что это все случится, это все предопределено, это не так, конечно, потому что мы не знаем очень многих факторов, влияющих на нас, одно мы знаем точно, что Бога нет, спасибо. Смотрите, я с вами в каком-то смысле и согласен, то есть, действительно, некоторые вещи, может быть, мы никогда не узнаем до конца, поэтому философская дискуссия, это обычно такое слагательное наклонение, она теоретическая, понятно, что мы до конца не будем знать всех факторов, мы не в состоянии это описать, конечно, иллюзия там, или точнее объяснение большого взрыва, это условное объяснение, мог быть, мог не быть, это тоже теория, но это скорее метафора, которая говорит о том, что цепь причинно-следственных связей разворачивается давно. То, что вы говорите, на самом деле, тому, что я говорю, не сильно противоречит, потому что, когда я недавно разговаривал опять же с Евгением Клейном, мы как раз болтали с разной точки зрения, размышляли, как раз может быть, то, что, например, философы, то, что Платон говорили об иллюзии времени, это наша точка, что мы здесь сейчас присутствуем, что есть прошлое и будущее, это как раз и указывает на некоторые иллюзии нашего сознания, которое принимает решение, что это аналлюзорно, что времени может быть не существует, как подстрелы времени, оно существует одновременно. Опять же, это тоже одна из теорий. В этом смысле это тоже ставит под вопрос, насколько вы сейчас в данную секунду принимаете решение, а не если часть огромного целого, которое по Платону будет еще и статично. Это тоже одна из провокаций, которая ставит под вопрос наше традиционное ощущение свободного принятия решения. И еще раз, я, конечно, не настаиваю, что это точка зрения единственная, мне это противоположных. Я хотел так сказать, что существует довольно большой корпус доказательств и большое число серьезных ученых и философов, которые считают, что эта точка зрения имеет право быть. И когда я начал эту тему для себя изучать, это была довольно случайная ситуация, когда мне попались какие-то книги и статьи. Я разговаривал с своим приятелем, вот Вадим Никулин, который я сегодня показывал, мы сейчас вместе проводим исследования, тогда мы были молодые ученые, работали в Хельсинки, я пришел к нему в лабораторию и сказал, ты изучай же, он изучал хаотические процессы в мозге. Мой наивный вопрос был к нему, смотри, если есть хаотические процессы в мозге, если мы свободны, значит, мы можем поступать иначе. На что он мне сказал, ты знаешь, что хаос это отличная математическая концепция, которая абсолютно предсказуема. Вы можете хаотическую функцию, она будет очень простая, состоять из нескольких цифр, она будет приводить к казалось бы случайным процессам. Они абсолютно не случайны и описываются простой формулой. И как раз он тогда поставил меня в тупик, заставил меня почитать побольше и обнаружить, что оказывается есть большой и очень популярный лагерь ученых, философов, которые говорят, что что-то не так с традиционным представлением но это не единственный лагерь. Здравствуйте. Спасибо. За лекцию. У меня такой вопрос. Есть ли с вашей точки зрения с нейробиологической разницей между принятием решения в состоянии покоя во взвешенном состоянии, уравновешенном и в состоянии сильного эмоционального возбуждения? Я немного расширю ситуацию. Допустим, принятие решения о том, чтобы прийти на лекцию. Оно было принято за неделю до этого, были взвешены определенные обстоятельства, решение было принято. И принятие решения в другой ситуации, когда ты находишься в состоянии ссоры или очень сильного эмоционального возбуждения, когда вокруг складывается такая ситуация, когда огромный стресс, ты вынужден моментально принять какое-то решение, которое повлияет на твое дальнейшее поведение. С вашей точки зрения, с точки зрения работы мозга, есть разница в принятии решения? Для меня нет разницы. Если бы мы с вами поговорили о тех исследованиях, которыми мы занимаемся в лаборатории, кроме того, что я упомянул сегодня одно исследование, мы занимаемся изучением принятия решений. И ваша ситуация, которую вы описываете, для меня была бы в термину психологов, например, Дэниела Каннемана, принятие решения той или иной системой нашего мозга. Дэниел Каннеман называет эмоциональную систему системой 1, рациональную систему системой 2. То, что мы изучаем, мы видим, что ваши эмоции, они ютятся, грубо говоря, в одних отделах мозга, ваши рациональные процессы в других. Для меня, как человека, изучающего процесс принятия решения, да, я понимаю, что вы можете принимать свое решение разными системами, эмоциями или рациональными. Они приведут к разным результатам, к разным последствиям. Но они вполне детерминированы и описаны вашим мозгом. Мы, наши коллеги, проводим такие жутковатые исследования, изучаем, как работает в мозге свобода воли, или можно ее манипулировать, свобода, я имею в виду самоконтроля, можно ее манипулировать, да, можно, если мы влияем на мозг магнитным полем, как я вам показывал, можно сделать человека более рискованным, увеличить или уменьшить самоконтроль временный и так далее, и так далее. Можно повлиять на эмоциональные процессы, можно, мои коллеги, например, делают это с помощью определенных химических веществ. Мы это тоже делаем, иногда это приводит к плохим результатам. В этом смысле для меня это просто работа разных систем в мозг, как для нейробиолога. Я все-таки передам вам микрофон. Одну секунду. Недавно я где-то видела цифру 13% отописки человечества занимаются рефлексией. То есть вот то, что вы говорите, это относится… Вы этот момент учитываете? Вообще человек соображает, что он как-то рефлексирует? Или… Ну, это первая часть. Вторая часть. Детерминизм. Есть фатальное случайно или закономерное случайно, или обязательно и необязательно. В любом процессе, я как физик, я вот это вот все знаю. Причем тут детерминизм? По поводу первого. Я думаю, что стоит пригласить кого-то из наших психологов. У нас есть фантастические психологи в высшей школе экономики. Они расскажут вам о том, кто рефлексирует. Они расскажут вам на цифрах, на примерах. У нас есть фантастические психологи. Обязательно сделайте это. У нас есть… Кого звать, скажите? У нас есть люди, занимающиеся, например, счастьем. Это профессор Леонтьев. Это позитивная психология. Психология счастья. Узнаете, что делает на самом деле людей счастливых. Или что делает именно русских счастливыми. У нас есть лаборатория социальных и кросс-культурных различий. Мне сейчас сложно ответить вам, какой процент людей рефлексирует. Это не моя область интереса. Но у нас есть фантастические специалисты в этом направлении. С случайностью все не так просто, насколько я это понимаю. Я, конечно, биолог, и у физиков есть квантовые процессы, которым часто реферируют. Но когда я прижимаю к стенке моего папу-физика, профессора физики Санкт-Петербургского университета, я прижимаю его и говорю, пап, слушай, я могу все-таки воспользоваться тем мнением, которое придерживается некоторой из физиков, включая Энстейна, что ваша случайность это мера моего незнания. И он прижатый окончательно к стене говорит, что я не могу полностью этого отрицать. Насколько я понимаю, все-таки даже в физике этот абсолютный консенсус о том, что есть абсолютно случайные процессы, он иллюзорный. Люди по-разному смотрят на это. И даже если он есть, еще раз, ваше случайное решение или решение в результате случайного процесса в вашем мозге не делает вас свободным. Если вы, приходя на эту лекцию, сделали это случайный выбор, где же выбор-то был? Это не был выбор, это был случайный всплеск активности в вашем мозге. В этом смысле это хороший аргумент, что есть какие-то другие причинно-следственные связи, кроме детерминизма. Но он, к сожалению, не открывает пространство для свободы. По крайней мере, философы так считают. Здравствуйте, Василий. Спасибо большое за лекцию. Еще хочу поблагодарить вас и коллег за курс «Учимся учиться» на Курсере, который летом появился. Он классный. У меня вопрос такой, наверное, про бытовое применение нейробиологии. Не знаю, пользуетесь ли вы этим, зная все вот эти нюансы работы мозга? Например, как сделать так, чтобы человек сказал вам «да», что можно сделать. Работает ли это действительно, например, в том же самом маркетинге торговом, когда, не знаю, включают приятную музыку, распыляют какой-то запах в торговом зале? Или это все не совсем рабочая история? Ну, иногда, конечно, знания помогают, но для этого нужно реально серьезно подготовиться или быть неуставшим и реально обдумать ситуацию. Такие примеры я, может, даже мог бы вспомнить. Ну, просто мы действительно изучаем процессы принятия решения. И я примерно понимаю, как нашими процессами можно манипулировать. Я примерно понимаю, какие решения я приму в определенной ситуации. Если ко мне вбегает человек и говорит, что все пропало вечером, все пропало, мы гибнем, нас всех расформируют и всех увольняют, я вспоминаю, что происходит под вечер с нашим мозгом. Я знаю, что как подача информации в виде того, что все пропало, означает, какие зоны мозга включаются. Я нахожу все силы сказать full stop. Мы поговорим об этом утром. Мы переформулируем эту проблему. Она будет подана не как потери, а как возможные приобретения. И аккуратно. Тут меня хватает на то, чтобы все какие-то знания применить к тому, чтобы пойти спокойно спать и отложить это решение. Это маленький пример, но иногда ты можешь проанализировать ситуацию и понимаешь, что на тебя сейчас пытаются повлиять. Так или иначе. Бывают какие-то там… Ну, я не буду рассказывать. Ситуация, когда ты все-таки тебе удается кем-то поманипулировать в хорошем в этом смысле этого слова. Но я не являюсь практиком манипуляции. Я иногда просто могу этим воспользоваться. Это большая разница. Я ученый и практик. И действительно, практики могут много. Некоторые ученые… Потому что я изучаю процессы именно социального влияния. Есть замечательный такой ученый Роберт Челдин. У него книжка называется «Влияние». Такой мировой бестселлер. Он провел часть своей карьеры, работая в компаниях, изучая этих настоящих специалистов манипулирования. И оттуда принес некоторые научные идеи о том, как нами манипулируют. Это повлияло серьезно на развитие представления о принятии решений. В этом смысле некоторые технологии, да, работают. Ну и ароматы, они просто так появились. И музыка… Есть замечательное исследование, которое показывает, что там музыки в ресторане, он влияет на скорость ротации контингента. Если это быстрая музыка, люди быстрее расплачиваются, быстрее уходят. Если это медленная, они дольше сидят и больше потребляют. Поэтому в зависимости от направления ресторана мы услышим там разную музыку. За этим есть некоторые исследования. Они не всегда на всех работают, но они есть. Что-то является там неработающим, на мой взгляд. Но есть, конечно, и рабочие варианты нами манипулировать. быть неманипулируемым очень сложно. И тут, на самом деле, когда мы чему-то действительно учим людей, обычно я в таких ситуациях рассказываю, может быть, какие-то основы. Со мной работает мой хороший знакомый бизнес-тренер, как раз рассказывает людям, как в конкретной ситуации попутываться с конкретной ситуацией. Я этого не умею посоветовать. Это отдельное знание. Большое спасибо. Вопрос такой. Будущее социалистической теории, как науки в 21 веке. Спасибо. Я прошу прощения. Будущее социалистической теории в 21 веке. А что вы имеете в виду под социалистической теорией? Теория о социалистических типах личности, деления на социалистические типы. Еще раз, смотрите, у нас есть фантастическая лаборатория психологии личности, там много направлений, и психология личности это вообще отдельная история с кучей своих теорий и взглядов. Я боюсь в нее даже влезть. Знаете почему? Я был какое-то время деканом психологического факультета. И как-то я сидел напротив как раз психологов личности, и мы обсуждали с ними возможность их сотрудничества. Это были представители разных школ в теории личности. Когда я сказал, слушайте, почему так сложно договориться? Вы же изучаете личность. Я сказал, что вы не понимаете, мы вообще-то можем убить друг друга. Там творятся такие споры о личности, и я просто не боюсь сейчас что-либо сказать, какое у нее будет будущее. Пригласите профессора Петровского, это такой гуру и фантастический эксперт в области персонологии теории личности. Он вам лучше расскажет. Я просто боюсь вас сейчас обмануть. Давайте дадим возможность тем, кто еще не спрашивал. Поднимите, пожалуйста. Здравствуйте. Значит, мы вслед за Татьяной Черниговской. Я здесь. Да-да-да. Можем сказать, что когда мы говорим наш мозг, то еще непонятно, кто чей. Ну, Татьяна Владимировна, она любит вот такие красивые фразы. Мне за ней сложно, она лингвист, мне за ней сложно угнаться. Я биолог, я попроще. Я бы сказал так, что конечно, это непростая история, кто я и кто мой мозг. Насколько это одно и то же. На самом деле, отдельная история. На эту тему спорят. Я как нейробиолог, конечно, нахожусь во власти каких-то своего образования. Я считаю, что в нас роль работы нашего мозга основная. Но, конечно же, одним мозгом мы конкретно одной единице, если ее извлечь, препарировать, мы не объясняемся. Мы не объясняемся по ряду тоже понятных причин. Например, когда мы рождаемся, мы сами не можем научиться языку. Кто-то должен научить. Сам мозг ничему не может научиться самостоятельно. Он учится языку точно от своих родителей близких окружений. В этом смысле, мы, которые мыслим языком, нам для того, чтобы быть собой, необходима группа и общество. Понятно, что я это больше, чем мозг. Потому что мы не научимся эти жуткие истории с детьми Маугли. они так и не научились разговаривать сами. Нам требуется группа. Я и поэтому изучаю социальные процессы. Потому что мне импонирует эта идея о том, что для того, чтобы понять нас, нужно понять большую структуру. Мы в группе, культуру. Все это в целом создает нас как единицу. Но, конечно, там есть центральный процессор мозг, в котором все стекается, вся эта информация в конечном счете. С одной стороны, можно сказать, мы это наш мозг. Но это, конечно, упрощение. И для биологов, я когда учился биологии, мы фокусировались на одном мозге. Мы изучали один конкретный мозг. А потом возникла новая революция каких-то социальных исследований, когда мы увидели, что мы не можем понять поведение отдельного одного человека. Мы можем понять это только в структуре его взаимоотношений с обществом. Он возникает как какая-то другая единица. В этом смысле, для меня, как социального нейробиолога, мы – это наш мозг в сообществе других нервных систем и окружающей среды. Они все формируют нас. Мы нечто большее, чем один конкретный мозг человека. Но опять же, эта метафора Татьяна Владимировна красивая, тоже можно пользоваться. Вот как раз вы удачно закончили то, про что я хотел спросить. Возможно, часть проблем, ну или вообще всю проблему, то, которую вы озвучили, противоречия, можно будет снять, если из того понятия свобода, о котором вы говорили, выделить свободу, что свобода – это про взаимоотношения с другими людьми. То есть, когда, ну, к примеру, тут сложно на ходу родить, к примеру, когда другой человек хочет как-то повлиять на твои действия, и я об этом осведомлен. Вот свобода про это. А вы все про детерминизм говорили. Смотрите, это тоже вполне даже популярный взгляд, да, сказать, что свобода – это возможность меня поступить в соответствии с моими интересами, а не интересами других. Тогда, наверное, в каком-то смысле свобода существует. Мы можем дать с вами, если бы у нас было время, там, каждое свое определение на свободу. Ваше определение, хорошее рабочее определение, тогда, может быть, мы свободны. То, что я хотел сказать немножко провокативно, да, что появляются вдруг философы и говорят, черт, но даже твое это желание поступить иначе, чем группа, и не быть влияемыми этими людьми, я могу предсказать, может быть, 10 тысяч лет назад, да, анализируя все причины, которые столкнулись, с которыми потом привели к тому, что ты сейчас сделал. Это провокационная история, она, может быть, не имеет отношения к той проблеме, о которой вы говорите, да, делать, как я хочу, вне зависимости от этих людей, которые мы манипулируем, но она тоже не менее интересна. Я согласен с вами, такое определение имеет право на существование. Я, может быть, передам? Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос такой, вот есть такое выражение «свобода, осознанная необходимость». может быть, момент именно осознания всех причин, которые привели нас к решению, это и есть, дает нам именно эту свободу. То есть мы анализируем, идет работа мозга, идет анализ того, что у нас исходных данных, условно говоря, и того, что мы хотим получить. И мы принимаем осознанное решение, не автоматическое, и получается, это и есть свобода воли. То есть вопрос в том, что вот может быть, именно в момент принятия решения, осознанного решения, вот это и есть свобода. Мне кажется, это действительно красивое определение, оно все равно, конечно, сталкивается с некоторым таким фатализмом того, что ваше осознание тоже чем-то обусловлено. Но в каком-то смысле я согласен, это с чем-то напоминает вот этот протестантский подход. В каком-то смысле я в свое время был удивлен, что протестанты, несмотря на то, что у радикальных протестантов все абсолютно детерминированно Богом очень активно. Я провел сегодня в Голландии, я как-то за кофе спросил своих прошлых коллег, говорю, как же так, а чем вы вообще паритесь, если за вас Бог все определил? И мне очень любопытно, за кофе мой коллега объяснял, сейчас я вижу эти объяснения в книжках по культурным каким-то аспектам принятия решения, что у протестантов, да, все определено Богом. Но у них, чем они занимаются? Они занимаются тем, что они ищут в себе эти проявления, потому что Бог мог сделать меня гадом. Последним мерзавцем. А мог хорошим человеком сделать. И в принципе, интересно найти в себе эти, понять себе эти хорошие намерения Бога. Это здорово, если меня он избрал. В каком-то смысле это напоминает то, что вы говорите, да, осознать в себе причины, повести себя таким образом. И для них это совершенно не противоречит тому, что они сделать-то и с этим ничего не могут. Но вот интересно осознать, понять и очень активно вести там образ жизни, осваивать новые города, строить великолепную культурную, экономическую жизнь. Интуитивно я не философ, да. Мне кажется, что да, это тоже рабочий подход. Это все равно, конечно, не отменяет легкого какой-то грусти от того, что даже это может быть как-то предупределено. Я когда увлекся этой темой, я на самом деле хотел найти, полистав много книг, аргументов в пользу того, что я свободен. Но пока этого хорошего аргумента я не нашел. Поэтому я буду благодарен, если кто-то мне после этого подскажет такой аргумент. Я пожму руку. Спасибо тогда, да? Последний, может быть, вопрос? Давайте последний вопрос. Последний. Скажите, вы в начале выступления сказали, что есть 22%, которые сделали выбор, ну, девушки, правильно, скажем, заметили? Их как-то исследования проводили по отношению к ним? Это хороший вопрос. Я так, честно говоря, не припомню. Тут просто есть разные иногда объяснения. Кто-то скажет, что иногда в силу случайности зацепили за фотографию и увидели. Я вот не помню. Может, кто-то в аудитории подскажет, чтобы специфично их исследовали. Хороший очень вопрос. Я поспрашиваю своих коллег, которые этим занимаются. В следующий раз буду готов ответить. Я что, хотел бы сделать напоследок? Я хотел бы, поскольку в свое время, это было довольно давно, я написал книжку в виде детектива, которую можно разгадать детектив, только если вы знаете, как работает мозг. и она давно уже разошлась, ее очень сложно где-то найти. У меня есть одна. Я хотел вручить одну книжку за лучший вопрос. И мне показалось, что внушающий оптимизм не вопрос, а предложение прозвучал от вас. Если можно, я вам подарю на память. Огромное спасибо. Это было фантастически и замечательно. Я в вашем распоряжении. Если что, подходите, спрашивайте. Спасибо.